Всем привет, ребят, с вами Костя, и в этом видео я расскажу вам о багах или же глюках, связанных со скинами в CSGO. Поехали! Играете вы такой в матчмейкинг, делаете минус 5 с P90, ну или не делаете, и вдруг вы замечаете красивую наклейку на P90 своего тиммейта, и вам захотелось, так сказать, примерить эту наклейку на своём P90, но зайдя на торговую площадку и посмотря цены, вам захотелось всплакнуть, потому что у вас нет таких денег. Но при помощи первого бага или же глюка вы сможете менять наклейки на своём оружии, как перчатки. Нажимаем в игре Escape, выбираем помощи настройки, далее выбираем параметры игры, спускаемся немного ниже, и тут мы должны с вами найти переключать на поднятое оружие. По дефолту оно у нас стоит да, но некоторые игроки меняют это значение на нет, нам же надо поставить здесь да. Далее всё это дело закрываем, тут нам больше менять ничего не надо. Итак, у меня есть 4 P90, P90 треугольник без наклеек, P90 резной приклад тоже без наклеек, P90 пятно с наклейкой и сувенирный P90 гроза. Далее нажимаем на клавиатуре E, то бишь свапаем оружие. Немножко магии Хогвартса и на P90 резной приклад появляются сувенирные наклейки с P90 гроза. Меняем этот P90 на P90 треугольник и у нас опять же остаются те же самые наклейки. Далее поменяем этот P90 на P90 пятно, на котором уже была наклейка. И о чудо, эта наклейка куда-то пропадает и остаются сувенирные наклейки с P90 гроза. Также для примера возьмём P90 пятно с наклейкой и поменяем его на P90 треугольник. Эта наклейка у нас также останется на P90 треугольник. Этот баг работает не только с P90, но и с другими видами оружия. К примеру у меня есть AWP Redline, на котором есть наклейки и AWP Azimov, на котором нет наклеек. Меняем AWP Redline на AWP Azimov и эти наклейки у нас также появятся на AWP Azimov. Но с этим багом не всё так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Если вы возьмёте в руки нож, а потом обратно AWP Azimov, то эти наклейки у вас пропадут. Эх да, за это вас никто банить не будет, это просто глюк игры. Следующий баг или же глюк, связанный со скинами в CSGO, это разноцветные волшебные наймтеги. Как вы знаете, в CSGO нельзя повесить на оружие цветной наймтег. Также у вас не получится на оружие прикрепить наймтег, в котором были русские слова. И также на оружие нельзя вешать длинные наймтеги, в которых число букв больше 20. Но при помощи нескольких команд мы с вами сможем это всё дело обойти без суда и следствия. Вставляем первую команду, нажимаем использовать именной ярлык. И как вы видите, этот наймтег или же именной ярлык мало того, что будет на русском, так ещё и зелёного цвета. Вставляем следующую команду, нажимаем использовать именной ярлык и он у нас становится красного цвета. Прописываем третью и наймтег будет жёлтого цвета. Прописываем четвёртую и наймтег у нас будет без каких-либо символов, то есть просто пустое место. Вставляем пятую команду и на наймтеге не хватает даже места, чтобы вместить всю эту надпись. Хотя максимум на именном ярлыке должно быть 20 символов. Вставляем шестую команду и на наймтеге у нас появляется звездочка, скромненько, но со вкусом Вставляем седьмую команду и мало того, что у нас тут слова русские, так еще и появляются какие-то обозначения Все команды, которые я использовал в этом видео, вы сможете найти в описании И также я оставлю ссылку на список всех этих команд, поверьте мне, их очень много Также за это вы не получите никакого вакбана, за что вам тут вообще его давать? Так что после просмотра этого видео вы можете купить парочку наймтегов, переименовать свои скины И хвастаться своими наймтегами на пабликах или перед друзьями, я думаю они оценят Если у вас в голове появился вопрос, а можно ли юзать баг с наклейками и цветные наймтеги на матчмейкинге То я вам отвечу, да, 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 да Испугался? Ладно, продолжаем Что на официальных пабликах, что на матчмейкинге, все эти темы работают Так что насчет этого волноваться точно не стоит Ставь лайк, если тебе понравилось это видео и подписывайся на канал, если ты тут новенький Если вы знаете еще какие-нибудь баги и глюки, связанные со скинами в CSGO, то можете отписать в комментарии Я постараюсь по ним сделать следующий видос Подписывайся на мою группу ВКонтакте И добавляй мне в друзья ВКонтакте Добавлю всех пока есть слоты Все нужные ссылки ты найдешь в описании и даже в Сибирь И еще ты можешь посмотреть мои прошлые видео Кликнув по одной из нотаций на твоем экране А на этом я с вами всеми прощаюсь С вами был Костя Балуйтесь этими багами Пока Ставь лайк если тебе Блять Сука чешется бровь Бляаааааааа Чужой вылез ёбаный в рот из брови Пиздец Сука Залезь обратно пидор Не выёбывайся Петя Блять Все